так мы в эфире так опять у меня не получила так у меня идет или это тормозить все пошло я вас приветствую дорогие друзья с пятой попытки значит что-то пока я занимался эти дни улучшением качества онлайн трансляций по заявкам телезрители что-то я тут перестарался значит на в настройках хотя в детстве мог разобрать телевизор собрать оставались запчастью работал она запчасти которые оставались можно было отремонтировать еще телевизор соседи вот с новыми технологиями с новыми технологии немножко немножко сложнее значит установили мне мозги для компа для стационарном когда устанавливали первое что меня удивило это то что ну как бы я попросил мощный компьютер для хорошего качества чтобы не тормозил и так далее когда посмотрел там что-то странно было там собирались корпусе вынимали там все эти необходимые штуки там для перевозки мягкая игра это что вижу там какой-то такой чуть ли не радиатор на москвича это тот для тасола в смысле для тасола короче узнал что охлаждается посолом чтобы не перегрел верите вот вроде разбирая современной техники значит не знал что-то солом охлаждается компьютера брать не буду так пока приветствовать вся страна я вас тоже всех приветствую вижу привет юбилец риги кишинева значит а вот тут дмитрий соломатин пишет стало заметно что рената стал намного мягче по поводу плохотюка в трансляции договорились о возврате молдов нет не беги что сами смотри иди сюда убежал маленькая начальница прилетела ко мне моя дочка сашенька вот здесь на самом интересном ребенок прорвало ваше счастье вот и короче вот и короче меня уже обвиняет то что я не критикую плача господин игорь соломатин место и вчерашнем видео уже все на эту тему сказал и обсуждать час это повторять не буду захотите посмотрите вчерашнюю сель и так далее значит я сказал вчера четко что плохотнюк рекомендовал на выбрать свой путь покончить с режимом плохотнюка и вы дима не переживайте главное я если что я же понимаю что успех победа над режимом плохотнюка принесет свободу в том числе нашему президенту республики молдова и путь это сложный тернистый значит режим плохиша это вам не не рабыни и за ура хотя я помню с детства что за ее вольную боролись очень долго очень много серий вот поэтому как бы будем бороться за свободу сель будем бороться до конца вот так как я говорил о том что сегодня будет именно добрый прямой эфир значит все не поработал посмотрел там койки документы связаны жизни детям с без значит мы обсуждали еще когда я стал сразу после того как я стал мэром города бельце мы обсуждали социальный проект который был бы примером для подражания значит для других городов страны значит очень много жалоб было есть очень много жалоб и сегодня касаемо бездомных животных бездомных животных в бельцах вот значит бывший посол великобритании призел бельцы он как человек который любит бездомных животных он пришел посмотрел пилотный проект неоднократно общались с общественными организациями которые бельцы значит вот вроде вот бы как бы подобрались финишу можем уже что-то начать делать но у нас опять наши процедуры что вот нужно проводить конкурс кто будет делать проект поэтому чтобы мы весной могли начать чтобы весной могли уже начать работы значит чтобы не готовиться сейчас конкурсу потом его проводить потом утверждать результаты потом маху в госканцелярии не понравится этот помещение для стерилизации ветеринарной пункте значит опротестует результаты конкурса и так далее так далее круче мы то есть он же делаю все для того чтобы затормозить работу делать это время поэтому значит 130 или 140 тысяч лей значит деньги которые стоят сам проект посмотрите такой симпатичный проект получается значит это вот территория значит находится в районе молодого значит бельчане знают это где есть небольшая недалеко находится остановка общественного транспорта то есть могут приходить и кто-то захочет покормить этих животных кто-то корм захочет при себе поэтому прикольно тему вот значит это чертежи уже не особо интересно тут значит самого ангара значит территория вот как ее разбили значит общая площадь участка значит мы выделили этот участок еще в прошлом году под приют для бездомных животных значит площадь участка значит 8600 квадратных метров из которых площадь застройки то есть это непосредственно вольеры ветеринарный пункт хозблок автостоянка значит вольеры с будками под навесом вольеры с кабинами при групповом содержании собак площадка для сбора мусора и так далее артезианская скважина сторожка бытовой комплекс значит площадь всех строений будет занимать 1901 квадратный метр значит площадь покрытий 3640 квадратных метров площадь озеленения в том числе площадка для выгула значит 3060 3060 метров значит вот тут уже с картинками значит с описаниями построек то есть что 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 где будет находиться вот значит обязательно значит единственно нужно будет внести небольшое изменение значит значит там я смотрю то что касается значит значит помещение мне очень важно значит для так ветеринарный пункт 100 квадратных метров вот ветпункт 100 квадратных метров возможно его придется увеличить на 10 квадратов нужно будет помещение значит так как проблема бездомных животных у нас есть всей стране значит общественной организации говорили о том что не готовы привлечь специалистов которые мы сможем значит которые смогут уже подготовить специалистов бесенами бельцах на месте то что касается стерилизации потому что сегодня ежегодно увеличивается количество бездомных собак потому что вы знаете как они размножаются это ни для кого не секрет значит и вопрос не в тех бездомных животных которые от которых кто-то отказывается и они оказываются на улице а именно то что это происходит естественным путем вы знаете я люблю животных я против там всяких там расстрелов отравления и так далее то что практикуется сегодня во всей стране к сожалению значит но жалуются те с одной стороны которых видят что кто-то травит собак и жалуются те которых они кусают и боятся с детьми выйти во двор поэтому я надеюсь я надеюсь я уверен что в этом году мы реализуем этот проект и как я говорил чтобы не затягивать значит стоимость проекта я плачу потом может быть могут участвовать какие-то экономические агенты общественной организации пожалуйста к сожалению не так часто участвуют в таких акциях но всем welcome если у кого-то есть идеи дополнительные пожелания значит пожалуйста озвучивайте будем рады будем рады их услышать значит то что касается 10 метров дополнительных для стерилизации я считаю что это помещение обязательно должно быть значит чиновники которые будут недобросовенно выполнять свои рабочие обязанности и такие которые будут умничать и бредить городу такие как маху которые стремятся обратно для того чтобы заново своими пухленькими пальчиками сидеть читать леи и доллары со всех рынков города и так далее вот эта комната будет для стерилизации как бы вот таких нехороших животных значит я думаю это обязательно должно присутствовать вот значит параллельно значит я жду ближайшие дни проект значит я хочу в бельцах начать проект большой прикольной общественной бане я сам ходил такую баню когда был ребенком они очень популярны в россии в том числе в москве то есть вот эти колхозные там сауны с подвесными клеенчатыми потолками или даже не клеенчатыми ну как бы они не не так популярные это место которое объединяет людей это место где люди там приходят дружно приходят мужики приходят женщины значит дети дошкольного возраста этот зубными щетками значит делают прорези между досками для того чтобы посмотреть женское отделение женщины подсматривают мужское понимаете но по крайней мере вот такую прикольную значит такую прикольную идею значит я также уверен что весной этого года мы начнем мы начнем уже конкретно реализовывать значит пусть короткими шагами но уверенно мне важно что в Бельцах стало легче дышать в разы стало меньше бардака хотя он присутствует я это признаю значит несмотря на то что кишиневские власти пытаются любыми путями противостоять противостоять всему тому что мы делаем в Бельцах это например про дорожный фонда значит когда выборы значит по спискам цикла плохотника в Бельцах 150 тысяч человек значит сейчас когда дошло деньги дошло до того что нужно должны нам деньги из дорожного фонда значит уже население Бельц сокращает до 120 тысяч человек очень прикольно очень прикольная тактика а если мы еще год еще два еще три продержимся в оппозиции то что уменьшат до 20 тысяч человек для того чтобы город совсем ничего не получил поэтому значит поэтому идем вперед вот значит так тут смотрю как эта битва идет в комментариях бегущая строка не все успеваю читать я ты ленкаши скрип усатым курын тубая публика лабаз дай ленкаши развеешь то у ей пи асала спецпович в петков пать мой приндец водой ну керкура стамансы шлепаи слабаище макар водой тривоменя скура цесна срождям вот вот значит у нас запланирован запланирован также некоторые другие полезные для города мероприятия это навести порядок центральном парке мне очень жаль что сегодня у меня у меня нет полномочий те которые есть у мэра москвы сергея семеновича собянина что в одну ночь бульдозерами снести чертовой матери все эти свадебные залы которые есть в парках а плохиш который маху назначил своим смотрящим побельцам понятно они хотят вернуться власти для того чтобы чтобы весь парк был одним свадебным залом понимать вот марина левченко пишет бельцах нужен один маленький протест против тех кто мешает бельцам развиваться пойдут по беспределу они же сейчас хотят менять значит кодекса выбора где полномочия об отставке примара передадут церкви для того чтобы своим под контролем большинством они сняли с него я думаю что бельчане выйдут и все им расскажут и вообще не нужно лезть в наши дела есть еще одна очень важная новость в связи с спекуляциями которые есть в МИИ что изобельских властей люди не могут попасть в город значит они там намутили нахимичили значит они там определили где заканчивается граница города и так далее а мы оказывается сегодня во всем виноваты значит я встречаюсь перед своей к сожалению длительной затянувшейся поездкой командировкой я говорил с жителями села Рауцел я говорил с жителями села Цамбула значит люди хотят люди не согласны с тем значит что Рауцел который в пригороде Бельц а за любой справкой они ездят 30 км в Фалеште потому что относится к Фалешскому району значит эти населенные пункты и некоторые другие хотят войти в состав муниципе Белц значит им всегда обещали их всегда кидали значит Рауцел кидали потому что там жили все молдаване динькау закирал муниципал в своем совете значит значит распишем процедуру значит для того чтобы люди знали что требовать от местных гостей имеется ввиду каждый у себя при море процесс не очень простой но сегодня эти люди живут ну как на пашне понимаете как бы вот тут оно вроде рядом но должен ездить туда потому что туда он относится ну как бы не самое правильное решение то есть фактически это должно быть пригородом города Бельцы должно быть частью муниципе и значит все населенные пункты которые желают значит я проведу переговоры с примарами этих населенных пунктов значит пусть организуют сход граждан и начнем мы обязаны мы когда идем чиновники мы обязаны делать все для людей а у нас чиновники как бы делают все привыкли в Молдаве делать все для себя чуть-чуть для своих людей ну и и потом совсем чуть-чуть для людей понимаете поэтому такого бардака не будет значит и я буду всегда делать то чего хотят люди значит мы обязательно этот вопрос обсудим с бельчанами мы обсудим у многих бельчан дачи в этих населенных пунктах понимаете поэтому значит я уверен что все значит я уверен что все эту идею поддержат я всегда обещал что буду делать так как как этого хочет большинство 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 граждан вот и куда мне жутом марим болсу потом посмотрим вдруг другие населенные пункты увидят что есть какая-то консолидация сил какой-то порядок увидят что все прозрачно и так далее я уверен потянутся и другие в один день глядишь граница бельц дойдет до в одну сторону до голоница в другую сторону до липка почему нет так значит центральном виталии в центральном парке работает расширяться бар малыш советник от нашей партии Гула плюс все незаконные стройки продолжаются по вашей подписи можете рассказать почему могу значит советник от нашей партии Владимир Гула является владельцем владельцем детского кафе малыш которая существовала в парке как раз всю свою жизнь и малыш я сам его помню с детства ребят давайте будем говорить вещи своими именами понимаете называть вещи своими именами значит Гула после развала союза я там не знаю всю историю у кого-то как-то ночью он купил и он также остался малышом он не стал свадебным залом сперанца не стал свадебным залом внутрь оно также осталось и сегодня значит есть значит какой-то детский игровой комплексом там установил в чем я не вижу никаких проблем чтобы мама папу пока там сидят кафе а дети там играть на этой детской площадке проблеме вот остальные залы которые появились все значит березки оскар вот то что построил этот октавян значит приходи в парк да значит все разрешения на строительство были выданы предыдущей властью и не надо спекулировать на тему что за моей подписью что-то делать значит за моей подписью значит здание инкомлака вот эта стройка в парке уже где высоцкий да значит которая ну просто построили курятник понимаете и при нашем вмешательстве то есть он уже стоит построен значит они согласовывали со мной изменения касаемо фасада то есть для того чтобы делали панорамное остекление чтобы это все-таки здание полностью стеклянной парке как-то выглядело понимаете а не я подписываю стройки поэтому не надо вводить людей в заблуждение значит и еще раз вам говорю мы все равно придем в властье мы все равно добьемся уже на уровне парламента закона что вот эти все стройки где из кезка 9 метров они сначала строили 100 потом подписывали расширение на 250 потом подписывали на 500 все вот эти схемы которые прошли все это будет снесено к чертовой матери поэтому сегодня и поверьте что и поверьте что я этого добьюсь значит у меня нет ни перед кем обязательной стране и если есть даже какие-то нарушения допущенными кем-то из сторонников или членов нашей партии перед законом будут все равны потому что сегодня то что делают из нас значит своими этими байками на плохотниковских телеканалах и так далее вот это чистый бред понимаете то есть никто не имеет права ездить и вот была ситуация с нашим советником от нашей партии фичков если он был пьяный за рулем до свидания понимаете потому что человек который пьет за рулем значит это 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 потенциальный это потенциальный преступник это человек который понимаете он может убить человека и потом на следующий день плакать он валил валил я рамку комнату у фата 2к у фураджи целую и так далее понимаете вот значит значит вот олег пастрама пишет комментариях фалештах вице-примар фалешт фалештах тоже много таких схем было бьем по рукам потихоньку значит так что здесь еще значит так значит насчет насчет детских площадок да значит там некоторые значит некоторые негодяи значит обвиняли меня в том что вот уса-то обещал в Бельцах 100 детских площадок установил только 10 это я говорю за площадки которые устанавливаются за мой счет одна детская площадка стоимостью там по-моему примерно около весь комплект со столиком для шахматов по-моему три с половиной четыре тысячи евро мы их закупаем у компании которые экспортируют их из Болгарии потому что те что мы устанавливали в районах местного производства они к сожалению были не очень хорошего качества и я это буду продолжать и в этом году значит но я хочу сказать что 100 площадок которые я установил по всей стране то есть я делил нет я старался что-то делать дроки что-то делать в Гагаусе что-то делать в простых селах где этих площадок никогда не было там даже советское время понимать я буду продолжать эти площадки значит Бельцик в этом году будет продолжаться установка детских площадок за мой счет и также те деньги которые заложены в бюджет значит на этот год поэтому значит мы идем вперед значит то что то что часть их уже заказана они даже в производстве там скоро начнут поступать весной 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 начнем устанавливать значит будет ли в Бельцах новый стадион ребят вы знаете что за те деньги те деньги которым я располагаю значит я пытаюсь двигаться значит мы делаем это новое футбольное поле возле городского озера сегодня идеально чтобы новый стадион располагался в районе метра чтобы была большая парковка чтобы он не мешал значит я жду серьезных инвесторов которые я обязательно выйду к Бельчанам значит я обсужу с ними этот вопрос и инвестор который построит новый стадион значит может сделать какую-то постройку например на месте существующих потому что здесь поле стадион на самом деле аварийный ребята играют и тренируются в очень тяжелых условиях но вы понимаете ребята я разрываться просто не успеваю вы просто посчитайте в месяц все то что делается по стране плюс 200 детей детская школа футбольных Бельцев плюс футбольный клуб Заря значит зарплаты ребятам питание там выиграли там премии там вот летали на сборы в Турцию все табуть одеть параллельно пытаясь помогая баскетболу помогая индивидуально некоторым другим спортсменам как-то там пытался помочь при организации нескольких турниров по боксу и буду продолжать это дальше ребят извините я буду я буду ну вот сколько могу столько буду двигаться и чтобы вы были самое главное все здоровы значит вижу многие спрашивают про собак значит да собаки дома значит снежок здесь дед здесь значит хатиконаш в Кишиневе в офисе символ добра и преданности нашей партии очень надеюсь скоро его увидят причем они думают что я собаку заберу в Москву но никак не рассматрив что я приеду к собаке это отдельная история вот ребят ну значит я значит так так вот по бельцам значит про проблема зарплат на заводе раута ребят извините не имеет отношения к примаре завода так же как и и фабрика по производству игрушек еще где-то там люди пишут жаловаться что не получат зарплат ребят это частники я вступил в войну задворников вы все это помните с этими уродами и люди получили получили зарплаты то есть где я смогу значит я буду вмешиваться но я не могу вмешиваться в работу экономических агентов понимаете ну должность мэра мне пока не позволяет но для всех этих негодяй для всех тех кто поступает подло с людьми должность начальника гестапо она у меня точно рано или поздно будет и тогда вот эти педофилы таборы и все вот эти остальные которые там выступают с утра до вечера значит за все ответят ответят по закону так воду римусиар или нишки это лепальниче драчь ее воду резку сяр и пятна фураса значит есть много вещей которые хотелось бы с вами обсудить но сегодня как я обещал был добрый онлайн я знаю что вам нравится больше добрые вернее больше нравится жесткий чем добрые положительные но есть и наши меньшие братья четвероногие которых в принципе жизнь собачья и у них а в собачью жизнь уже превращают жизнь практически всех граждан молдов один известный актер увидел пост сегодня в фейсбуке он написал одно очень очень важную вещь там такие дебаты были которую я обязательно я всегда говорю что буду то что хорошее не стесняться копировать значит и вот посмотрим на всех этих наших гандачей которые есть у власти которые будут рваться классе значит серебряков актер значит кто хочет идти во власть должен подписать бумагу что его дети обязаны жить здесь в течение 50 лет а также лечиться и учиться они должны в стране где их папа придумывает законы и рулят жизнью других людей шикарная инициатива на счет 50 лет перебор но то что у всех нужно учиться у нас в стране и это повысит качество образования в стране сразу потому что сегодня им наплевать на качество образования и какие мы потом получаем кадры а когда они будут понимать что таким же тюленем вырастет их ребенок значит поверьте будут относиться по-другому я буду гордиться если мои дети будут учиться в Олега в Руссо Балс или в одном из вузов в Кишиняне и они будут гордиться тем что они учатся живут в Республике Молдова а я буду знать что я прожил жизнь не зря и собственно говоря ради этого я вернулся в четырнадцатом году для того чтобы я выбрал свой путь либо кончили всех либо не кончат но это жизнь покажет я вас люблю всем хорошего вечера до новых встреч дорогие друзья пока